Спасибо, что остаетесь с нами. Наш выпуск продолжит новости экономики. Алексей Коваленко расскажет о последних событиях из мира финансов. Добрый вечер, Алексей. Добрый вечер, Инна. Международное рейтинговое агентство Fitch оставило суверенный рейтинг России без изменений. Спонсор рубрики – финансовая группа «Сберегательный союз». Fitch подтвердила суверенный рейтинг России в национальной и иностранной валютах, оставив их на последней ступени инвестиционного уровня 3B-. Из-за снижения цен на нефть, ослабления курса рубля и ввода санкций против России Fitch прогнозирует сокращение российского ВВП на 3,5% в этом году. Правда, возврат к росту возможен уже в 2016-м. По оценкам Fitch подъем составит 1%. В Краснодарском крае только три отрасли экономики АПК, услуги населения и ввод жилья в кризис показали заметный рост. Об этом пишет РБК. В то же время промпроизводство, общестроительные работы и оборот оптовой торговли продемонстрировали спад. Все указанные тенденции привели к тому, что валовый региональный продукт Краснодарского края за пять месяцев этого года снизился на 4%. Рубль упал к основным валютам нападения мировых рынков после референдума в Греции. Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю на торгах московской биржи подскочил на 81 копейку, до 56 рублей 41 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов завтра также вырос на 61 копейку по сравнению с уровнем сформировавшимся в ходе предыдущих торгов и составил 62 рубля 40 копеек. Финансовая группа «Сберегательный союз» предлагает юридическим и физическим лицам выгодные проценты по привлечению сбережений, разнообразные программы по займам и многое другое. Мы гарантируем максимальную открытость бизнеса. Телефон 8 800 5000 977. Это все на сегодня. Оставайтесь оптимистами и помните, люди не хотят быть богатыми, люди хотят быть богаче других. Спасибо, Алексей. Это были экономические новости, а мы продолжаем выпуск.